Приезжает ко мне студентка и берет такая, замеряет вот так вот, причем здесь очевидно, что здесь длинная, здесь короткая, сюда переносит и не меняет, то если уж микроблейдинг, это воздушная нежная техника, оставляет рубцы, то что тогда вот это, это вообще смерть по костям стучат, потому что лезвием этим получается легко вот эти полукруглые волоски, которые тяжело провести рукой, рукой у них они вот такие получаются, а лезвием чик и нарисовал. Бабушки, когда карпов жарят, они делают вот эти разрезы, такие чик-чик-чик-чик-чик-чик, это прям сильно похоже. То есть ты пальцами ощущаешь, глазом смотришь, смотришь, насколько игла вошла в кожу. Она сама себе нравится, видишь по лицу. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, я создатель и владелец сети школ и студий татуажа. Сегодня у меня начинается обучение со студентами, которые приехали вот в этот раз ко мне из Америки. Это обучение длится 9 дней, называется VIP-адванс курс и оно такое сложное, потому что очень большое количество моделей. Обычно от 20 до 30 моделей бывает на этом курсе, проходит через моих студентов. Они приехали вчера, прилетели и у них были почти сутки, чтобы отоспаться. Но я подозреваю, что будет все равно тяжело, потому что jet lag, 12 часов разницы с Россией. Но тем не менее мы приступаем работать и учиться сегодня. Может показаться, что я люблю сниматься или это легко для меня, но это не так. Это постоянный такой стресс, такой в напряжении, не то чтобы что сказать, а как не сказать лишнего или не какое-нибудь слово. Студентки вчера прилетели, для них сейчас ночь начинается, им тяжело. Они будут, наверное, вялые, но вроде как спали, но скорее всего спали плохо. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас уже тепло просто, и кожа мокрая. Она должна быть сухая, обезжиренная, чтобы прессовать хорошо. Когда она вот так держит близко, у нее перспективное искажение. Большой нос, некрасивое лицо. Для портрета. Для зоны макро она уже может поднести ближе тоже. Пусть запоминает. Если уж она начинает, то есть она, видимо, дома рисует полоски. То есть она должна заполнить всю эту форму. Вот именно эта техника, которой она учится, она подразумевает максимально натуральные, лохматые брови такие. Поэтому все, что можно, сохраняем, потому что мы будем широко рисовать. Пусть вспоминает, как я ее учила. Я не натягиваю вот так вот, это нет смысла делать. Я просто немножко приподнимаю излом. Она теперь, если поднимет излом, она видит направление вверх – это тело, направление вниз – это хвост. Потом она прикидывает максимальную ширину в изломе. Отходит и смотрит. Идет лицо этой формы или нет? Она уже почти видна. Потому что наша задача – украсить лицо, изменить лицо, сделать его привлекательнее, ярче. More attractive. Russian accent. Good Russian accent. И вот ее пальцы как стоят. Вот, чуть-чуть поставила в излом. Приподняла немножко. Просто излом. Максимум вот здесь вот еще можно натянуть хвости. Так же, как в растушевке они на коже натягивают. И вот, когда она нарисовала одну бровь, она показывает, чтобы просто была понятна клиенту форма. Норм? Ее задача – вторую нарисовать такой же прозрачной. Чего хочется по форме? Ну, вот не сильно широкие. Не сильно широкие. Вы привыкли вот к тому, что есть, да? Нет, я рисую вот что-то вот ближе, как у девушки. То есть можно будет же вначале посмотреть на форму? Конечно. Мы вскопаем условно вам кожу иглой, и они у вас начнут проклевываться там, вся. Вот те, которые в форме, сохраняйте. Мы уже давным-давно. Это сколько, две недели или пять лет? Лет пять. То есть реально… Ну, все, поняла, хорошо. Две недели. Рисовать мы начинаем всегда с этой брови. Головки у нее находятся вот здесь, и они, возможно, вполне симметричные будут ее родные. Когда она рисует, да, она закрывает лицо рукой. А когда эту бровь она рисует, она уже видит лицо в общем, поэтому ей проще по симметрии работать. Почему мне легко рисовать? Я ставлю палец, и это художественная привычка. И вот так рисую. Рисую я рядом, но отхожу смотреть на лицо вот так, на два шага назад вообще. Смотрю, что мне там нравится, не нравится. Я примерно в том месте нарисовал или нет. Без ярко выраженных каких-то углов, которые испугают клиента. Чик-чик-чик. Примерно в нем она рисует. Вот сейчас ее брови в отрыве от глаз достаточно симметричны. Когда я отодвину эту бровь на нужное расстояние, убрала миллиметра, наверное, 4, это очень много. Она поймет, что здесь у нее теперь сократилось тело. Но форму она рисует красивой, молодец. Это срез кожи в увеличении, в котором мы работаем. То есть вот это слои, которые мы проходим, и помещаем пигмент в верхний слой дермы. То есть вот это кусок дермы условно, там дальше вот, где жир начинается, это уже зона, где мы не должны работать. Как бы вот пигмент лежит здесь, вот эта часть является фильтром, через который мы его видим. Он искажается. Чем глубже лежит пигмент, чем толще фильтр, тем больше искажения, тем холоднее выглядит, то есть синее. Почему им так сложно? Потому что любое движение, и они уже глубоко, и пигмент уже искажен. Должно быть примерно 2 миллиметра, 2,5 миллиметра. Вот это движение. Put your finger knee. Вот оно. Я утолщаю линию. Я ее плавно изгибаю. Вот здесь вот у нее смотрятся, как пучочки возле излома. Просто немножко разный рисунок. А здесь они как бы ниже ушли, соединения. Из-за этого чуть-чуть... Ну, в общем, нормально. Это вообще инструмент, который Леонардо да Винчи придумал еще. Типа там золотое сечение, знаете, вы знаете. А что вообще? Маразм крепчал. Короче, ко мне приезжает такая штука. Не раз. Вот это считается типа тела, вот это типа хвост замерять. Приезжает ко мне студентка и берет такая, замеряет вот так вот. Причем здесь очевидно, что здесь длинная, а здесь короткая. Сюда переносит. И не меняет. И не меняет. Первый день. Они работают медленно. Она вспоминает, потому что она была два месяца назад у меня. И все у нее вылетело. А Натали наша, да. Она учится, поэтому так долго. На каждое движение она все боится. Боится испортить. Но это хорошо, когда боятся испортить. Хуже, когда бесстрашно. Прям по костям там все. Нравится? Да. Она мечта. Отрастить брови мечта. Все круто. Короче, мы с быча мечт у нас тут производится. Ну что, день прошел. Он был сложный, какой-то бесконечно длинный. И ожидаемо студент, который делал мало домашнего задания, которое начинается за месяц до основного очного обучения, пришлось начать модели с обеда, а с утра ставить ей руку, снова проходить какие-то основные вещи, потому что она мало занималась дома. Это была Натали. А Венди отработала она отлично, она молодец. Облегчает жизнь ей то, что она приехала второй раз. И по сути, она еще и практиковалась дома целых полтора месяца. Пройдя полтора месяца назад такое же очное обучение, правда, оно проходило у меня в Москве. Так вот, Венди молодец. Натали было немного сложно, но, в общем, день был очень прикольный. Сегодня у нас второй день обучения нашего вип-курса. И наши студентки Венди и Натали, которые приехали учиться 9 дней, они из Соединенных Штатов. Одна из них из Техаса. Из Техаса, вернее. Техаса. Техаса. А вторая из Луизианы. И она там кромсала микроблейдингом своих клиентов, решила, что это не экологично. Наконец-то поняла, как и многие. И приехала переучиваться на аппаратную технику. Ей, конечно, очень сложно. Несмотря на месячное предыдущее обучение дистанционно, ей очень сложно. И Венди мастер более опытный. Она уже приезжала ко мне на курс предыдущий. И работает практически полностью самостоятельно. На самом деле, сегодня у нас квест. Я не должна садиться и за них поправлять или для них что-то прорисовывать. Мы попытаемся это сделать. То есть я просто направляю словами. И скажи еще, что в головке она пусть не утолщает. А сами линии хорошие. А вот здесь вот она молодец. Она здесь вот сделала тонкие, как я говорила, как я просила. Но вот здесь вот эти вот не могут быть тоньше, чем вот это. То есть вот здесь яркость сосредоточена. Но я понимаю, что она еще не закончила вообще нормально. Я просто, чтобы она не заигралась. Сегодня я не буду садиться, ничего делать. Она все сама делает. Этот звук, это просто который раз я слышу. Это нормально? А пусть она мне покажет. Вот она периодически делает вот этот. Ну нет, конечно. Вот это то, о чем я вчера говорила. Смотри. Видишь, есть расстояние. Я вчера делала на этом акцент. Вот это место, его быть не должно. Объясню. Она просто неправильно вставила иглу. Все просто. То есть, когда игла не до конца вставлена, повернута, она не зафиксирована, она слегка вибрирует. И, допустим, сложнее ей оставлять более четкую, качественную линию. Допустим, там хирург взял вместо ножа номер 16, нож номер 58. И начал там какой-нибудь сосудик резать, пилой пилить. Ну, короче, аппарат, которым работаешь, это прям самое важное. То есть, его настройка, его вылет иглы, вот это все. Это прям очень важно. Ну, она просто не до вставила иглу, и она чуть больше вибрировала, и более того, могла даже в процессе выпрыгнуть из машинки. Как бы он стрельнул бы ей. Но это так часто случается. Знаешь, что был у меня прикол? У меня была студентка, которая вообще... Там у нее был аппарат, в который игла вставлялась отдельно. Игла и носик. И она просто иглу вставила другой стороной. Острой стороной внутрь, и тупой стороной. И говорит, что-то тут так всю кровь течет, все плохо. Я такая сразу, я сразу сюда смотрю. Она реально тупой стороной ковыряла там. То есть, вот маразма я насмотрелась за свое. Учений много. В прошлый курс приезжал, они мне рассказывали, что у них процедура стоит 1000 долларов одна просто в сезонах. И она такая подходит, говорит, там такая работа средненькая. Ну, как бы ничего выдающегося. И она такая, я такая, молодец, это фулл фейс. Он стоит у меня там вот в Штатах, где она там жила, в Атланте. 3000 долларов дает, и вы бы заплатили у меня такую. Я такая, что? 3000 долларов. Я что-то делаю не то. И не там живу. Запрещено работать на родинках, любых новообразованиях. И там, где недавно был прыщ, потому что бессмысленно. Микроблейдинг – это разрезы на коже. Это просто лезвие, которым берут и вот так кожу разрезают, растягивают такая, получается, щель, и туда втирают пигмент. Вот смысл такой. Это не аппарат электрический, который делает проколы в коже на каком-то расстоянии друг от друга, а это именно разрез. Это шраммирует кожу, рубцует ее, травмирует. Причем потом там невозможно работать, если мастер прям нашинковал хорошо. Хороший пример – это бабушки, когда карпов жарят, они делают вот эти разрезы такие чик-чик-чик-чик-чик-чик. Это прям сильно похоже, реально. Если так кожу растянуть, там такие же щели. Но ее никто не растягивает, все показывают ее в виде красивых рисуночков, фотографии, тонко выглядят. Но если кожу растянуть, там будут именно вот эти щели. И мастеров после этой техники сложно переучивать. Они сильно давят, у них нет вот этого понимания, как ввести, как ставить руки. Ну, реально сложно. Ну, например, да, как вот целый месяц она училась рисовать эти схемы все, но у нее все равно дрожит рука, ей тяжело. Но хорошо, что в принципе тенденция есть к тому, что перестают его делать и начинают переходить в аппараты. Прикол в том, что купить лезвие и пигмент, и обучиться три дня – это прям легко, действительно легко. Потому что лезвием этим получается легко вот эти полукруглые волоски, которые тяжело провести рукой. Рукой у них они вот такие получаются, а лезвием чик и нарисовал. Но другое дело, что там просто рубец остается от этого. И не художники лезут. Они уже попробовали, они поняли, что можно денег заработать, потому что клиента не соображает, что ему делают. Ну, самые нормальные пытаются переучиться. Ну, те, которые думают на будущее, что они с клиентом надолго. А до сих пор многие шинкуют. Еще и преподносят как супертехнику. Перышко, прикосновение пера, легко-легко отроливали, таком брехнёй там пахнет, не кислый. Микроблейдинг – зло. Потому что это так просто, что я бы всех пересадила, своих мастеров, на микроблейдинг. Но я же не делаю этого. Я деньги зарабатываю, я люблю деньги. Но я не делаю этого, потому что это не экологично по отношению к клиентам. А мы же хотим долгие отношения с клиентами. А если им зарубцуют всю кожу, там через год я скажу, слушайте, ну, у вас не бровь, а рубец, идите. Все, вы мне больше не клиент. Ну, блин, неправильно. Прикол в том, что клиенты думают, что если уж микроблейдинг – это воздушная нежная техника, оставляет рубцы, то что тогда вот это? Это вообще смерть по костям стучат. И им сложно донести. То есть реально мы над этим работаем, но, видимо, недостаточно, потому что все еще идут и делают этот микроблейдинг. Жуть жуткая. Короче, когда студент приезжает, он хочет купить все, чем он работает и учится. Он прям жаждет. Ему можно втюхать любой аппарат, задорого, вообще любое количество там пигментов, машинок. Он вот так сгребает, потому что он доверяет учителю, которому приехал учиться. А я так не делаю. Лошара. Ну реально, они покупают за 300 тысяч машинку. Я скажу, она классная. Вот эту вот сейчас продам, которая стоит там 20 баксов. И так делают все школы. Они на этом зарабатывают. У них, может, обучение стоит мало, но зато они втюхают кучу оборудования. Ну так во многих местах, я подозреваю, делают. Когда много раз проходили, они расплывутся прям с большой вероятностью. То есть они дымку дадут вокруг себя. Она работала в форме. Она не испортила форму, не вышла никуда. То есть это хорошо. Это сложно, это долго осваивается. Это прям, не знаю, сотнями процедур осваивается. Она должна понять ошибки, понять, как она их совершает здесь. То есть, когда кожа сухая, можно рисовать много тонких волосков, причем если опыта хватает, не разрушить кожу вокруг. А если кожа жирная у клиента, то это бессмысленно. Она будет портить глаза, рисовать их много. Они, когда заживут, расплывутся, потому что жирная кожа, она как промокашка. Она рыхлая, и в ней все расплывается. А сухая кожа, она удерживает линию, то есть тонкость. Рисуют очень подолгу, прям очень долго, теряют симметрию. А все дело в том, что они не пользуются вот этими точками, которые я прописала, и по которым можно прям отследить, проверить, сверить вообще каждое нахождение каждого, не знаю, штриха на лице и убрать все лишнее. Ну и это просто, действительно. У меня есть курс по развитию глазомера, который пройдя, можно научиться видеть, прям реально видеть детали, потому что это все тренировки. Ты начинаешь видеть спустя время, когда постоянно делаешь одни и те же повторяющиеся движения. И вы можете пройти вот по ссылке, я не знаю, где она будет, пройти по ссылке и ознакомиться с этим курсом, его приобрести, и главное пройти. А глазомер это тоже там условно, как мышца, которую развивать надо. Хороший штрих это то же самое. И все это вы можете улучшить, пройдя курсы, которые будут в описании, например, к этому видео. Ну что, сегодня у нас второй день прошел, и он прошел, конечно, гораздо лучше, чем вчера. И работа у них получается уже лучше. И даже Натали, которая вообще только осваивает эту технику, она начинает понимать, она начинает понимать, какое движение от нее нужно. Мой план утренний, что я ни разу не сяду, и они сами полностью сделают свою работу, он, конечно, провалился. Хотя нет, у Венди я не садилась, она делала полностью сама. Я подходила, показывала, где что надо поправить. Работа на 100% ее. Но Натали мне пришлось несколько раз сесть, потому что она начала терять форму. Я знаю, не приживутся волоски, но она зато поняла, как это делать. Все учатся с разной скоростью, поэтому нормальный рабочий процесс. Сегодня всего лишь второй день, и результат неплохой. У Венди на прошлом курсе получалось так же тяжело, как и у нее, поэтому она приехала еще раз. Есть люди прям талантливые, которым легко дается, но они, возможно, когда-то учились рисовать, может, просто там дано. У нас же есть у всех какие-то свои преимущества в чем-то. А некоторые большим трудом добиваются. То есть она училась. Прошлый курс у нее было 25 моделей, там 23, ну короче в районе 20, а потом дома по два месяца практиковалась и приехала еще раз. Сейчас она уже прям понимает, осознает, что именно надо делать и хочет отточить вообще уже все тонкости, там детали, нюансы. А для Натали тяжело, потому что она вообще прям только начала. Нормальный плюс стресс. Сегодня у нас третий день обучения нашего курса вип-адванс. Планы максимум были три модели полностью самостоятельные и чтобы успела до конца рабочего дня, они уходили мы часов в 10. И две модели полностью самостоятельные, тоже без вмешивания. А у Венди сегодня программа максимум нарисовать с редкими волосками бровь, потому что она любит чистить мелко, много, мелко. А сегодня мы рисуем вот так, живописно. Оно все одинаковое и все одно и то же. Просто бесконечное останавливание, когда они совершают ошибки какие-то и поправляние. Это просто приобретение прикладного навыка. У нас самое долгое ожидание было в Москве, вот на последнем курсе, тоже одна. И они ждали в районе двух с половиной часов. Просто они приходят, особенно там в Москве, модели сидят прям вот ждут рядом. И они заглядывают, смотрят, что там делают. Иногда они в туалет выходят, они видят, что там делают и не уходят уже. Ну вот иногда психуют и уходят, когда их вот здесь они психуют, потому что они не видят, что тут они будут, мы чей гоняем. А тут они видят, как тщательно они работают, как красиво получается. И реально я думаю, ухренеть, два с половиной часа просидели, я говорю, может уже на завтра? Нет, я ехала, пол Москвы проехала. У меня были такие, просто посреди процедуры встает, говорит, я хочу есть. Пошла села ест. Что? Как это вообще возможно? Очень разные приезжают. Но Венди очень старательная, она просто очень тщательно делает, долго думает, пока проведет, старательная, но медленная. Ну и короче, модели могут уйти, и тогда как бы заявленное количество моих моделей, ну и будет меньше у нее моделей. Это же не моя вина, она-то приходила. Знаешь, что они говорят, что мы для них все одинаковые. Они говорят, вы капец, все на одну рожу, я не пойму, кто из вас кто. Только тебя отличают, типа волосы короткие. Потом к концу курса они начинают там особые приметы. Я говорю, ты что не видишь там нос большой, глаза рады, нет, 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 нет. Как, впрочем, и для нас азиаты, допустим, первое время. Эта сторона, она всегда чуть-чуть выше и чуть-чуть более открытая. Я говорю сейчас о костях черепа. Реально. У всех. Ну, у 95% точно это вот конкретно эта сторона. И почти всегда мастера рисуют прям по волоскам, и они растут выше и дальше и шире, и они обводят, и эта сторона всегда немножко больше получается. Я уже привыкла, это нормально. Просто нам надо убрать часть хвоста, часть тела и чуть-чуть излом перенести. И это видно с большого расстояния. Когда ты близко, ты не видишь вот этих вот мелочей. Ну, это же не больно, это терпимо. Поэтому лежим и терпим, все. Будете дергаться, будут заглубления. Я не дергаюсь, я глаза открываю, а ей не нравится. Не открывайте, у меня же там рука лежит. Никому не нравится, когда на него зырит глаз такой, контролирует там такую работу. Короче, женщины крайне неадекватные существа. Они сами это знают. Мы работаем обычно машинками Шайен. Это машинки для татуировки. Они оставляют такие точные, четкие точки. Они делают любые растушевки, волоски и все прочее. Но она не очень удобна для руки. Ну, вот некоторым девушкам ее держать тяжело. А эта машинка, она тоненькая. И как ручка ее держишь, она легко, как маркер толстый воспринимает. Я все пытаюсь найти компромисс. Но пока еще никто не выиграл у Шайенов. Этот курс проходил в начале 2019 года. А сейчас 28 декабря. И я эту проблему решила. Я использую машинку Билар от Микробьюи. И на данный момент она меня абсолютно устраивает. Я сейчас в отпуске, но я не могу сидеть без работы. И сюда я ее привезла для записи видео уроков. Я сняла обзор этой машинки. Вы можете посмотреть его вот по этой ссылке. Мне не платили за рекламу этой машинки. Я ее не продаю. Ее нужно покупать в Америке или у местных дилеров. Гуглите. Сразу скажу, что отзывы об их интернет-магазине плохие. Они игнорируют, не отвечают в Инстаграм, не отвечают на имейл. Долго обрабатывают заказы. Поэтому попробуйте купить ее в своей стране. Но сама машинка отличная. Я работаю ей уже больше полугода и не нарадуюсь. Можно работать почти любым оборудованием. В принципе, просто там чуть сложнее получается. Но чтобы понять, надо тестировать штук 20 моделей, чтобы понять, как ложится, как заживает. Поэтому бывает просто кожа сложная. И с ней реально сложно работать любой машинкой. А бывает, что эта машинка виновата. Почти что как хирург. Скоро буду так пальцы нет. Да, доставишь, чтобы одевала меня. Чем толще и моложе кожа, тем больше пигмента она выталкивает. Потому что она барьерный орган. Ее функция защищаться от инородного всего. И чем взрослее и суше, тем больше остаток. Ну, такая связь есть. И обычно надо сделать как бы процентов хотя бы на 20-30 ярче, чем будет, чем планируется. Ну, это стандартная рядовая задача. Сделать ярче лицо за счет бровей. Они есть, но они недостаточно насыщенные. Недостаточно там красивая форма. Недостаточно симметричные, как хотелось бы. И тратится куча времени с утра. Но конкретно в этом лице, ну мы потом сядем, портрет посмотрим. Ничего не меняли. Мы, наоборот, сохранили и сделали чуть выразительнее. Мы не меняли форму практически. Это ее форма просто чуть ярче сделана. Ну что, третий день подошел к концу. Он был сложный, но сегодня прям такой скачок. У них прям скачок, прогресс. Я люблю такие дни. Все такие, ааа, вот как это было надо делать, круто. Вот, в принципе, все молодцы. Даже у Натали начало получаться. Она начала понимать, как важно вести эту правильную линию. Аллилуйя. Потому что дома сложно было заставить их это делать. А здесь она поняла важность. Потому что она видит, что у нее получается. У нее получается. Их работы выглядят совершенно по-другому. И она такая, типа... И она даже отменила завтра утреннюю модель для того, чтобы еще потренироваться на латексе. Хотя могла это сделать дома, но как бы дистанционно я не могу заставить. Я давлю, как могу. Угрожаю отменной модели и так далее. Но у всех там дом, семья, работа. Не у всех получается. Но вот завтра мы еще чуть потренируемся. Я думаю, завтра будет еще круче. У всех уже нет проблем с внесением, в принципе, в кожу пигмента. Просто они не могут разобраться, где должны быть акценты распределены. И делают, допустим, волосок вот такой длинный. И они его делают ярким во всю длину. Это сразу делает бровь тяжелой, некрасивой, грубой. То есть нам надо сделать в середине только. То есть волосок имеет структуру. У него тонкое начало, утолщение и тонкое окончание. И когда они соединяются в пучки, то же самое. Где-то в середине брови они соединяются в пучки, а верх и низ должны быть легкими. И вот некоторые делают тяжелые работы. Но в принципе Венди разобралась прям вообще отлично. Из ошибок у нее на прошлой работе была в головке слишком такая часто повторяющаяся параллельная линия. Но мы с этим сейчас разберемся. А все остальное было отлично. Натали вторая модель. Она неплохо рисует формы. И она поняла, как вести волосок, как делать его правильно. Поняла, насколько важна настройка иглы. Потому что до этого она пыталась положить пигмент очень длинной иглой. И она просто не доносила пигмент до кожи. А если уж доносила, то сразу заглублялась. А сейчас она поняла, как выглядит правильный волосок. Если пигмент вносится глубоко, любой цвет, любой оттенок коричневого добавляется сизости. Сизости это значит серо-синего цвета. То есть меняется полностью оттенок. Бывает, волосок лежит коричневый, рядом лежит серый. Это значит, что мастер поработал на большой глубине. И я их заставляю это все постоянно контролировать, чтобы, если уж делали ошибку, то один волосок, а не вся бровь, которую стерли, она вся сизая. Чтобы было понятно, на какой глубине мастер работает, он должен научиться работать поверхностно. То есть пусть у него лучше ничего не останется, чем будет глубоко. Прямо взять и определить, насколько ты вошел в кожу и на какой глубине лег пигмент, должен лечь пигмент. Просто невозможно физически. То есть ты пальцами ощущаешь, глазом смотришь, смотришь, насколько игла вошла в кожу, прям реально. То есть в этих техниках очень должно быть хорошее зрение. Если ты не видишь, где ты иглой прикоснешься к коже, какой она след оставляет, потому что буквально после одного такого движения можно сразу оставить синий-фиолетовый, такой толстый волосок. Потому что еще и чем глубже, когда в подкожно-жировую вот эту вот клетчатку, короче, когда глубоко очень, он прям вот так еще сразу расплывается. Да. Я не могу смотреть на ваши губы. Не могу. Это профессиональная травма каждый раз. Нет, она просто это рисует. Как это, знаете, как человека с такими губами? Мы не будем спрашивать про брови. Не будем. Ложитесь. Я вам должна нанести много травм сегодня, чтобы вы так не делали. Потому что у вас красивый нос, красивые глаза, теперь красивые брови. На коррекцию придет, если слышишь, Саш, опять с такими губами. Значит, я не была убить достаточно убедительно. На меня часто ругаются. Типа, что ты, куда ты лезешь со своей правдой? Тебе не просили. Даша, а что ты не проследила, что она не одела на шнур защиту? Тащи сюда защиту, а потом приседай. А ты как думала? У нас работают только много руки и многоноги. Не, вы не опухли, там просто побелела кожа. Это потому, что анестезия так работает. я не знаю, я не знаю, что я не знаю. Ну что? Я вообще в столке. Это зачем? Это просто протирает, если где-то... Сейчас такая стерла. Теперь вам надо там еще и отрастить свои, где... Они не отрастают. Я в юности очень... Да ладно, все это... Абсолютно, 100% людей все говорят это. Просто не щипайте вообще там, где мы рисовали. И все. Вообще не щипай, никогда в жизни. Да? Вообще, вот только вот здесь вот три волосинки, если выйдут. Ну все, раз пинцет есть, значит щипаете. Этот чес мы слышали и не раз. Один волос вырастает, щипаете. Он же один далеко. Да, да. Такой вот корявый. Конечно. А он корявый, пока короткий. Он должен вырасти и потом он ляжет. Брови это лицо лица. Реально. Брови создают лицо, выражение лица. Бровями можно такой лифтинг создать, когда пришел человек вот в такой вот штуке висящей, а ушел вот таким открытым... Я тебе сейчас покажу, у меня есть... А, вот оно, смотри. Смотри, вот контраст. Что было? Что стало? Как облименяется лицо. Она сама себе нравится, видишь, по лицу. Ну, а это создают сами себе женщины часто. То есть, скорее всего, у нее были вот такие шикарные брови огромные. А, ну, нащипала или кто-то где-то нащипал, и стало плохо все. Смотрите на нее, смотрите на нее. Can you give her the mirror? Oh, hold on, hold on. That is show. Я еще не видела. У нее уже голос. Глянга. Круто. You like it? Yeah, she's saying something's cool. Cool, huh? See, before you have just a little bit hair right here. Вот, видите, до этого у вас было совсем чуть-чуть волос в головке. А сейчас как будто бы... And very thin as the fool. Ну, я просто сам... А, ты вид в внешнем замученный? Это так клево. Вроде She looks tired in general, but eyebrows are inflated. Thank you so much. Спасибо большое. Good job, Wendy. Good job. Не, ну, это, ну, круто. Мне очень нравится сейчас этот фейс-преду сейчас в порядок. А так, брови вообще круты. Правда. Спасибо вам большое. Ну что, наш четвертый день подошел к концу. В принципе, с задуманным справились. Она работала полностью самостоятельно, Венди. Сделала три модели. Сделала их хорошо. Прям молодец. Натали сделала две модели, но там я, конечно, вмешивалась. Ну, ожидаемо. Эта работа сама по себе не тяжелая. Реально, физически она не тяжелая. Ну, утомляются глаза. Но, когда ты учишься, ты такой в стрессе находишься. И я думаю, что они начинают уставать. Накапливается такое раздражение небольшое. Но они не признаются. У нас Венди это вот такой боец. Она такая да, пошла, 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 сделала. А Натали такая, мы ее не поняли. Без тебя. Без тебя. Окей. Теперь ты должен работать. Спасибо. Окей. Today you were... You were... Was или will? Эй, переводчик, ешкин кот. Даша. Огрызком получишь в следующий раз. Поняла? Сегодня ты была лучше, чем вчера. Today you were... You were... Were. You were better. А, вот это W-very, да? Да. Were. Were. Думаешь, your model to come to ten o'clock, окей? But you need to work... This tonight. Yes, yes. Tonight. All the night. Сегодня у нас пятый день, вот прям это зенит, середина курса. Сегодня у нас Венди делает трех моделей, Натали двух, как мы собирались, с Натали мы будем не спеша все разбирать. А вот здесь у нас на этих двух кушетках мама с дочкой. И у них одинаковая ситуация. Бывают такие брови, которые просто если ты их обведешь, ты просто испортишь. Усугубишь проблему. Они очень низко расположены, с возрастом опускаются еще ниже, плюс худое лицо. Не особо есть место, куда поднять их, чтобы поднять, в принципе. Небольшие виски, не очень высокий лоб. И вот тут работа будет сложная. И в первом, и во втором случае. А здесь, в принципе, хорошая большая площадка для работы. Им будет проще. А здесь можно будет тоже вот так прорисовать и вот парочку еще сохранить вот этих. То есть, можно. Тоже хорошая форма, отлично. То есть, это более открытая. Как бы, да, классическая, но я, может быть, просто не привыкла к толщине. Нет, нормально. не, 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 не. У вас, знаете, как, перебор... перебор не толще, чем вот у Даши? Да, чем у Даши. Нет, она даже, как бы, чуть тоньше смотрится. У вас перебор сейчас с ресницами, не с бровями. Реально, вот правда. То есть, если вас не пугают ресницы, то бровь, вы к ней привыкнете и будете вообще кайфовать ходить. Поэтому определитесь именно с формом. Это с изломом, это такая более открытая. Выбирайте. Наверное, с изломом даже. She like your form. Вот у девушки Руссой у нее очень много волосков. Хоть они и светлые, но их очень много. И в этом случае мастер тоже не особо может уйти на пустую кожу, потому что вот этот рельеф между большим количеством волосков своих и пустой кожей, на которой что-то нарисовано, он никогда не будет смотреться натуральным. Почему мы всегда стараемся сохранить максимум? А вот в этих двух случаях, хоть и волоски довольно рельефные, мы... Да, просто я тебя перекрикиваю, поняла? Вот в этих двух случаях, чтобы изменить и улучшить, мы вынуждены убрать хвосты. Вот прям вынуждены. Там по сантиметру хвостов надо будет прям четко убрать. Ну, естественно, мы не можем убирать хвосты, не спросив клиента. Вдруг она хочет свои оставить. Что вознее? Слушать клиента и его пожелания. Или мастера. То есть мастер, это человек, который видит лицо. Ну, так, хороший мастер, мы говорим о хорошем мастере. Это человек, который видит лицо, видит, как его улучшить, как украсить, что изменить, чтобы украсить, какая форма этому лицу нужна. И клиент, который много лет портил себе лицо, выщипывал, неправильно выщипывал, либо доверял людям, которые не соображают, там все вот эти косметологи, бровисты, которые просто что-то пощипают, там свои 500 рублей возьмут и отправят. Я считаю, что надо слушать мастера. Но мастер, это должен быть хорошим. То есть прежде, чем ты куда-то идешь, надо смотреть портфолио, читать отзывы и так далее. Поэтому обычно у нас такой компромисс. Клиент говорит, что он хочет, как он себя видит, а мастер говорит, ну, свое мнение, и они к чему-то общему приходят вот в течение рисования вот этого времени, когда они рисуют процедуру. Поэтому как бы всегда компромисс, потому что, ну, допустим, мне ты фиг навяжешь мнение. Оно у меня на все свое, и как бы нет вариантов, что там стилист оденет меня, как клоуна, сказала я и махнула на него. В вашем случае никто особо погоду не сделает, потому что они у вас просто растут вниз. То есть вот здесь я вообще не добавляю, чтобы попытаться сохранить восходящее у тела брови направление и как бы сохранить максимальное количество волосков своих. Теоретически есть же вот эти всякие штуки, когда укладывают их, они вверх смотрят, но они работают максимум там три недели. Короче, вот в таком случае я бы выбрала убрать хвост, потому что вот эти волоски, которые почти на глазу лежат, сохранять смысла нет. Она выщипала волоски в хвосте, не спросив клиента, просто выщипала. Так нельзя делать, потому что некоторые клиенты не хотят этого, они хотят сохранить каждый волосок и не готовы идти на такие вот прям меры, когда бах и нет хвостов. Но здесь, конечно, ситуация, когда по-другому и нельзя, но она обязана спросить клиента всегда, прежде чем она возьмет и что-то кардинально изменит в лице. Это, ну, в нашей сети это норма. Все мастера сначала спрашивают, показывают, рисуют эскиз, говорят, вот мы удалим, она, ну, когда получают одобрение, тогда только удаляют. Но они у себя, видимо, есть просто мастера, которые вообще так, жжит, избрили бровь. Она им мешала, она там, не там находилась, еще что-нибудь. Так как это работа сложная и у них гораздо меньше опыта, чем вот у этих мастеров, они работают медленнее, они боятся испортить и, ну, это такой момент переломный, когда либо начинают портить от излишней самоуверенности, либо очень боятся испортить и много раз поверхностно, недостаточно глубоко, чтобы вот пигмент остался. И, ну, лучше пусть так, чем портят. Ну, почти заканчивают, в принципе, и маму, и дочку уже. Так как они работают на себя, им нужны клиенты, и клиенты к ним придут только, если будут видеть классные работы, это в их интересах. Они потратили огромные деньги, чтобы приехать на другой конец земного шара вообще и, как бы, не взять максимально того, что им дают, они, надо быть дураками просто, потому что все это им пригодится в зарабатывании денег. А если они не смогут, ну, это их проблемы, больницы, знаешь, как академии медицинские выпускают кучу врачей, которые плохо работают и мочат своих клиентов. В их случае они просто, ну, просто испортят кому-то лицо и к ним не придут клиенты, они не смогут заработать деньги. Ну, меньше ущерб, как бы, клиенту, но надо быть дураком, чтобы не взять по максималу все, что дается. Очень часто студенты приезжают и хотят, ну, сделать себе процедуру, но очень часто они приезжают с испорченными уже лицами и, ну, в плане, ну, вот, допустим, вот у нее, они синие-синие, какие-то сиреневато-синие, тут можно работать корректором, но это сложная работа, она многоэтапная, то есть, корректор, зажило, через месяц надо сделать коррекцию, чтобы была красивая форма уже и красивый цвет, и, возможно, еще поработать корректором, если зажило недостаточно хорошо, и вот она сейчас хочет сделать все, но сегодня мы сделаем губы, про брови подумаем, потому что реально надо два раза делать процедуру, чтобы было красиво, но сейчас она пойдет делать губы. У нас конец дня, пятый день, сегодня Венди сделала две процедуры, третью она отменила, потому что хочет сделать губы себе, а Натали сделала две процедуры, теперь практикуется завтра квест, прям вот я должна это сделать, она должна сама поработать полностью, чтобы я не вмешивалась, не отрисовывалась за нее вот эти первичные схемы, которые она потом обводит, вот прям, завтра две модели, послезавтра сделаем уже три, чтобы она ускорилась, все, все молодцы. Сегодня у нас шестой день, сегодня Венди делает губы, вчера эта женщина смелая, после вообще обучения делала две зоны, причем огромные брови, она сидела, огромные губы, они ушли, не знаю, во сколько, в час ночи, и что-то она проскала, бежала от каких-то наших обычных двух прохожих, бежала, боялась, ладно, не важно, сегодня она делает губы весь день, а Натали делает брови, сколько там у нас, уже час рисует эскиз. У Натали модель со сложными бровями реально, то есть какие-то очень плоские, очень низкие, прямые, и надо их изогнуть, приподнять от глаза, украсить лицо, и поэтому ей сложно, еще и несимметричные. А у Венди отличные губы, просто шикардос, который вообще не нужен как ваш, ну не, нужен, потому что они очень светлые, но форма своя, прям идеальная. У меня был курс, который делал по 5 моделей в день. Они были очень быстрые. Одна из Германии, одна из Великобритании, но говорящие на русском. Но там, знаешь, когда скорость страдает качеством, я думаю, что лучше реально, это когда медленнее и много поговорить. И когда ты понимаешь детали, какие-то мелочи, какой смысл на скорость, это же не эстафета. Чем дольше работаешь на коже, тем кожа хуже. Начинается отек, если это губы, веки могут отечь, анестезия перестает работать. Чем больше травмированная кожа, тем меньше пигмента остается, когда заживает, потому что она более активно выталкивает. Чем короче процедура, тем она эффективнее. Так, не странно. Сложный случай. А вы, ну, наверное, и не щипали даже поверху, да? Вот здесь вот в хвостах, нет? Очень сложная форма для исправления. Во-первых, рельефные волоски сами по себе яркие. Во-вторых, излом начинается, ну, вовсе не там, где нам надо. Нам нужно будет его перенести. Мы постараемся расширять бровь не прям кардинально, конечно, чтобы пугающе это было, но расширить ее придется для того, чтобы в новую форму вписалась вся бровь, сохранить, чтобы волосков максимальное количество. Мы сейчас порисуем, посмотрим. В принципе, расстояние большое. Мы здесь, в принципе, классическую форму делаем. Осложнена работа будет тем, что кожа очень сложная, она очень сильно тянется, и вот здесь вот на веки практически начинается, хотя расположена высоко. Середина рабочего дня. У нас сейчас 4 модели, и все достаточно сложные. Здесь очень сложная для работы кожа сама по себе, просто она очень жирная. На такой коже волоски класть берется не каждый мастер. Там есть особенности в технике внесения пигмента в кожу. Здесь форма очень сложная, рельефные волоски. Там, в принципе, ничего сложного. Нормальная, достаточно симметричная форма у Натали. И делать она будет волосковую технику. Ну и Венди заканчивает губы вторые. Ее ждут третьи. Если это как правило, что она проходит, и потом у нее всегда пустота, это значит, что где-то ее штрих становится нестабильным. То есть она где-то начинает скакать или делать коротенький. На вид у нее иногда штрих разной длины и нажима становится. По привычке она начинает мельтешить. У нас есть дистанционные курсы, на которых учится много мастеров, не приезжая на очное обучение. Они учатся дома, тут же пробуют на моделях. Много уроков, там по 40 уроков. Курс два месяца длится. На этих курсах учится много мастеров, но получают сертификат об окончании прям в единицы. Прямо, прям мало. Потому что в эту профессию ломанулось очень много людей, потому что, типа, чеки высокие, там быстро и легко можно заработать денег, попортив кучу лиц. Ну, мы не даем сертификата об окончании, чтобы они не говорили, что это не настоящий. Не, мне нравится сейчас хорошо. Такие формы я люблю. Но одобрить должна в итоге ее, как бы, клиентка. Мало ли что мне нравится. Продолжение следует, это проблема для костей. Эта часть большая, да, нужно помнить о том, что кожа должна быть чистой, потому что, когда вы используете железнодорожный желток, это не работает, абсолютно чистой, хорошо? Да, так как она не хочет сильно яркий, будем цвет подбирать прям максимально близкий к ее натуральному цвету и работать, в общем-то, это получается контур с растушевкой. Когда не лезешь во всю губу, только прорисовываешь контур. Ну, получается не то, чтобы эта линия, она прокрасит там 2 мм и, может быть, растяжку еще на 2 мм даст, поняла? Чтобы влить. А какой смысл? Посмотри, какой красивый свой цвет, яркий, и она хочет даже бледнее. Бледнее мы не можем, но, как бы, усиливать не будем. У Венди отекают губы у всех. У третьей модели, несмотря на очень плотную кожу, они тоже отекли. Я думаю, дело в излишней травматичности. То есть, как бы, работает больше, чем нужно, перетруживает кожу, и они отекают. У всех трех отекли, это значит, что реально проблема в этом. Но мы с ней об этом еще поговорим завтра, я думаю, о том, как правильно и быстро работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, что движение нужно быть длинным. Вы положите ноги, как мне. Репетите, пожалуйста. Вы положите ноги. И вы должны делать движение, как мне. Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От этих двух пальцев и от этих двух пальцев. Нет, этих пальцев. Нет. Эти двух пальцев? Да. Эти пальцы в этом месте. Нет. Эти пальцы. Да. Да. И ты делаешь движение этих двух пальцев. О, окей. О, окей. Смотрите. Конец шестого дня. Сейчас Натали сделала полностью сама процедуру. Но я ее немножко поправляла. Вот я все время поправляю. Она еще ни разу не закончила полностью самостоятельно. И не отрисовала эскиз полностью самостоятельно. Я сейчас нахожусь в раздумье, давать или не давать ей сертификат в конце. Венди молодец. Работает быстро, четко. Сказала, она повторила. Тут же применила. Все. У меня к ней нет претензий. Завтра наш квест вообще не садится за стол Натали. И не помогайте ей отрисовывать эскиз. Потому что осталось три дня. У нее завтра три модели. Но мне кажется, будет снова две. Потому что она еще ни разу не сделала больше двух. Сегодня Венди делала губы весь день. У нее губной день единственный на этом курсе. И она откатывала, как ускориться, как правильно отрисовать эскиз. Вот эти все мелочи. Ну и в принципе она справилась отлично. Сделала все три процедуры довольно быстро. Уложилась. Семь часов. Мы все успели. А Натали делала брови. Сегодня у нас седьмой день. Мы близимся к концу. Сегодня у них по три модели должно быть. Но я уверена, что Венди справится. Я ее даже не подгоняю. Она рисует быстро. Все делает четко. А Натали постоянно нарушает правила. Из-за этого у нас удлиняется процесс. Как бы я не дам ей их нарушить в итоге. Но процесс удлиняется. И она все никак ни разу еще не сделала три модели. И сегодня мы как раз будем над этим работать. Но вот сейчас опять я ее остановила. Она уже хотела класть клиента. И начинать работать. А я ее остановила. Заставила опять перерисовывать эскиз. Просто я не могу взять и нарисовать за нее. Иначе это будет не учебный процесс. А просто сделала за нее. И показала, как я могу. Она должна сама это сделать. Делаем. Ну что, здесь у нас очень хорошее расстояние от глаз. И нарисовать можно широкую красивую бровь. Кожа у азиатов обычно хорошая для волосков. Вообще с ней легко работать. Действительно она такая плотная. Хорошая чаще всего. Всякое бывает. Тут как обычно классическая форма. Единственное, что тут очень сильно загнуты уголки. Вот эти. И она сейчас будет с ними воевать явно. Здесь тоже можно практически любую форму нарисовать. Но начинается бровь низко. На самом деле свои волоски растут прям близко возле глаза. А глаза большие, яркие. И бровь по идее хочется, чтобы тоже была такая раскидистая. Вы будете сложная. Чего это? Но сложная, потому что бровь начинается уже на мягком месте, на веке практически. Понимаете? То есть она обычно вот здесь, вот на этой подушке растет, на надбровной дуге. А ваши волоски начинаются низко. Это осложняет работу. Там кожа тягучая, такая уже другая немножко. Спрашивала вас, когда щипала? У-у-у. Why you don't ask your client? I asked you, I told you yesterday, you need to ask your client and me when you cut your natural hair stroke. You need to ask. You can do it before you... Do you understand? It's very important. Да, вчера я говорила несколько раз, говорила, что нельзя трогать волоски, их щипать, пока она не спросит клиента и меня, и пока мы не одобрим. А она берет и просто часть убирает брови, не спросив. Мне бесит, когда я говорю, а меня не понимают. Или я говорю, а они не делают. Мне бесит это. Даже вот простые вещи, то есть много вещей пропускается мимо ушей. Мне нужен ток. Один раз неправильно не послушалась, неправильно сделала. Ну, она может сделать, как бы попробовать, но у нас же разные лица и кости разные. Но она, в принципе, почти такую же и рисует, старается. Классическую, обычную форму с прямыми линиями. Но мимические мышцы очень сильные, привычки у нас очень сильные. Очень часто лицо бывает несимметричным именно из-за того, что человек привык улыбаться на одну сторону. У него здесь вот морщина, и эта часть вытянута. Да. А кто-то привык бровью вот так все время, она задрана. И здесь уже создаются морщины, и она всегда задрана. Это меняется при помощи ботокса просто. Расслабляется, выравнивается лоб, становится все на место. И косметологи могут приподнять, а могут и опустить бровь, например. Они умеют это делать. Могут изменить даже форму, она становится домиком. В зависимости от того, какая мышца напряжется, либо расслабиться. Но сначала всегда делается перманентный макияж, максимально симметричный, какой возможно. А потом уже это дело расслабляется. Вот эта часть широкая у нее конкретно, в ее случае. То есть скулы, это азиатский вариант, когда выпуклые скулы такие широкие. И вот эта часть широкая, где лоб, и на сужение идущее лицо. Тут даже не то, чтобы азиат, а просто узкий низ. И я не могу просто физически на этой широкой части нарисовать тоненькие или маленькие брови. Они потеряются на этой площади. А то же самое касается большого лица. Бывает такое большое, круглое лицо. Она говорит, нет, не тоненькую, маленькую. И она смотрится, как какая-то царапина с расстояния в 2 метра. Ее как бы нет. И естественно, я рисую большую, размашистую форму. То же самое наоборот, мелкие черты лица просят чего-то такого скромного, небольших размеров. Квадратное лицо просит изогнутые брови, потому что эти все квадратные, ну вот, бывают такие прям челюсти, рубленые. Их надо смягчить немного, потому что если я нарисую брови домиком, это все будет что-то такое за кубизм. Да, или наоборот, бывают часто вот такие очень узкие, вытянутые лица, и у них такие же брови, очень тонкие носы, близко посаженные глаза, все вот такое сведенное в середину, представляешь? И брови также растут, а я должна попытаться раскрыть это, раздвинуть. То есть это вот так вот. Прям правил нету. Кстати, от меня требуют прописать их все те, кто, знаешь, не понимают, как это сделать. И я над этим сейчас работаю. Просто когда ты даешь правила людям, которые не умеют по-другому, не умеют вообще, и ты даешь им, допустим, 10 правил, и они начинают лепить, допустим, там, широко расставленные глаза. И есть такое дурацкое правило, я его не соблюдаю никогда. Оно говорит, что бровь должна начинаться от крыла носа вертикаль, типа проводишь, а заканчиваться вот крыло носа, угол глаза. А лицо широкое, вот такой нос, и автоматом вот здесь брови должны. Я видела, как человек стоит и начинает выдирать вот эти брови, хотя они растут на нормальном месте, потому что правило-то гласит. И вот такого маразма, чтобы избежать, мне надо, получается, миллион вариантов. Все, типа, учесть. Ну это же невозможно, каждое лицо особенное. Поэтому я всегда говорю, правил нет. Есть основные какие-то, вот можно ими пользоваться, но правил нет. Дашь правила, они начнут их соблюдать, а это еще хуже может быть. Поэтому я думаю иногда, что ты пришел в эту профессию, если ты вообще не видишь, не понимаешь, как это должно быть, не видишь, как украсить лицо, не видишь симметрию, что ты пришел, иди ищи в другом месте, как деньги заработать. Но меня не слушают. Чем темнее цвет, тем он опаснее. Тем он холоднее всегда. Темный цвет, это значит максимально насыщенный, максимально все равно холодный, хоть он и теплый, вот мы выбираем. И чем глубже работаешь, тем всегда выглядит холоднее цвет. Вот кожа искажает. А когда мастер ошибается с глубиной, во время обучения они ошибаются, то мы берем теплый, чтобы он выглядел не так холодно. То есть если мастер вероятность ошибки минимальная, я разрешаю темными работать. Если она чуть более высокая, мы берем более светлый цвет. Чем темнее, тем легче должна быть работа. То есть без возможности ошибки или минимальная возможность ошибки. А в нашем случае ошибка это большая глубина. То есть когда силу не рассчитал и воткнул слишком там условно глубоко иглу, и когда заживает пигмент становится фиолетовым. О, я сейчас чихну. Стоп. And don't touch red line. Never. Bottom line, upper line, don't touch. Окей? Это вам будет казаться. Ну вот так всегда, да. Но если прям соберетесь чихнуть, то… Что мне и сказать? Да, говорите стоп. Говорите стоп. Она оторвет руки, и вы тогда чихнете. Потому что если вы чихнете, вы дернете головой… Я же хорчой держу. Да, и у вас будет бровь на черепе. Там работы много. Она еще, скорее всего, вот здесь заглубилась в волоске в длинном. Но это будет понятно только когда сойдут корочки. То есть через неделю, как минимум, когда сойдут корочки. Если вдруг будет цвет нормальный – отлично. Если он будет такой синевой… Чего вы выпучиваете глаза? Вы пришли моделью. У нас бывает такое. Они учатся, они постоянно ошибаются. Если будет синевой, тогда вы придете, но только через месяц на лазерную коррекцию. Понятно? Вам лазером прощелкивают, вам это будет как модели бесплатно. Что-то подсказывает мне, что вы придете через месяц. Но не точно. То я мечусь, то я думаю, не дам никакой сертификат. Потом думаю, ну блин, молодец, ну старается, дам. Потом опять думаю, не дам. Она нарушает все правила. Потом думаю, да. Вот последние два дня я такая в метаниях. Но она старается. Просто это языковой барьер. Если она не сдаст экзамен в последний день, то есть не сделает полностью самостоятельную работу, которая соответствует нашим критериям, то студент не получает сертификат. Хоть это и просто бумажка на самом деле, она ничего не значит в их стране. Она не дает им права работать. Она ничего не значит. Она просто украшение стены социальное доказательство, что она типа молодец ездила. Но я все равно могу не дать. Еще раз пусть приезжает. Ну похвалите ее. Я ей уже сказала хорошо. Она говорит, что вы изменились. Ну как бы глаза открылись безусловно. Сейчас она еще такое ощущение, что целоваться полезет. Я подальше стану. Что такое блес? Благослови себя, благослови. Моя мать есть. Она не верит в Бога. Нет, это значит все. Нет, это значит все. Нет, это значит все. Нет, это не моя хорошая работа. Она сказала, я сделала брови и я буду с ними умирать, меня с ними похоронят и буду красивая в гробу лежать. Там за 90 ей было. Прям вообще, прям очень старая. Поэтому как бы нету ограничений практически. Когда мастер работает долго или смотрит на что-то долго, или художник что-то рисует, смотрит долго, есть даже, ну как мы так говорили, глаз замылился. Ты просто перестаешь видеть. Ты смотришь, видишь, что что-то не то. А что и где, не понимаешь. Что там надо изменить? А мой глаз, он свежий для этой работы. Я же не смотрю вот так на нее уже два часа. Я подхожу, вижу сразу и по мелочи ей помогаю. Я никогда не вру, что я работаю ради денег. Никогда. Я всем говорю, я работаю только ради денег. А все остальные брехуны, little bit shatter. Когда начинают петь про то, что они от любви к искусству работают. Если ты не художник и не сидишь голодный на чердаке, то и все остальное. Знаешь как, если твоя работа оплачивается, потому что они все зарабатывают деньги. Просто многие пишут, я так люблю эту работу, я обожаю своих клиентов. Я бы бесплатно работала, однако деньги берут. Мы сегодня сделали по три процедуры. Ура! Натали справилась. Сделала реально три процедуры, причем практически сама. Я почти не вмешивалась. Завтра тоже по три модели. В общем, процесс, как обычно, рабочий. Пашу. Улыбаемся и Пашу. Сегодня у нас восьмой день. Курс подходит к концу. Прогресс у нас есть и большой. Венди работает вообще полностью самостоятельно. Делает три модели заявленные. Все успевает вовремя. Натали со вчерашнего дня тоже делает три модели. И сегодня я прям вот не сяду вообще ни разу. Буду ходить вокруг, но не сяду помогать. Пару дней назад я реально думала, что я не дам ей сертификат. Ну, о том, что она училась и успешно прошла. Потому что она совершала прям много ошибок. Сейчас я вижу реально прогресс. И я ей дам его, скорее всего. То есть она не очень прям из ряда вон. Но пока все хорошо. Она совершает ошибки, естественно, но мелкие и легко поправимые. Ничего катастрофического. Лишь бы не сглазить. Тут вообще прям очень сложный случай на самом деле. Опущенная бровь, прям она низко лежит почти на веке. И дело в том, что поднять особо некуда. Потому что здесь у нас уже лоб начинается и морщинки. Как бы это прям не зона для работы. А вторая бровь выше. Ну, это, видимо, мимическая привычка. Такая. Да? Одна выше, одна ниже. Задирали. Всю жизнь. В очках не могу сама себя красить. Но мне кажется яркость в лице. Ясно. Просто. Ну, пусть она попробует порисовать. Сейчас она эскиз рисует. Вы смотрите. Хорошо? Угу. 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 Это бровь и пёвоков много, и бровей много. Очень редкие, какие редкие. Ладно. Ну вот, видишь, нет пределов совершенству. Там если и придраться можно найти, конечно, там-сям, но мужик не увидит. Получается, женщины это делают для других женщин. До себя. но вот тут у нас все мягко это растушевка но она не соблюдает некоторые правила которые я ввела и о которых я постоянно говорю на дистанционных курсах кстати которые вы можете пройти если перейдете по ссылке либо где-то тут либо вот в описании к видео эти курсы рассчитаны на то чтобы штрих был правильный и соблюдались некоторые правила которые позволят не совершать ошибок таких дурацких законтурил внешнюю часть брови или стер а там ничего нету то есть количество штрихов их качество и вообще вот эти вот правила все вы можете узнать пройдя дистанционные курсы курсы наши не называется штрих есть еще курс дистанционный онлайн мастер где можно стать мастером вообще начиная от бумаги заканчивая человеком дистанционно и это работает у нас уже есть выпущенные студенты кстати может махнетесь не глядь она не справится там просто сложный реально случай давай забирай ты вообще сделаешь сама здесь что-нибудь ну так видишь здесь просто она лежит почти но тут можно вот здесь вот прорисовать вот эти вот они не нужны погода не делают и как бы форму ты можешь создать вот это просто веснушки в одном месте сгруппировались поняла нормально видишь вот тут площадка есть натали вы чем я мандал окей все мы поменяли модели потому что натали не справиться с такой сложной формой она просто ее потеряет здесь хорошая кожа и простая форма там была очень сложная кожа и очень сложная форму еще и возрастная кожа на которой каждая ошибка усугубляется тем что кожа сама по себе просто она взросла другая там обменные процессы замедленным и каждая ошибка остается ярче поэтому я махнулась местами чтобы не испортила она потому что она бы не справилась прям просто тупо не справилась если она эту форму испортит я ее отстраню завтра от модели на будет рисовать только на латексе и сертификат я ей не дам потому что она работает не старается это для не щас как экзамен окей она сейчас у нее сейчас много времени я следующую модель отменю она должна красиво очень тонко не спеша не нарушая форму окей потому что у нее движения стали лучше она молодец у нее все лучше стал но она расслабилась и волоски лучше и она не заглубляется молодец в этом плане но от того что она очень мало работала дома на домашнем задании она не делает то что должна была бы делать и она портит просто ли я не могу делать это за нее вот в этом проблема я не могу садиться и за потому что она может не обработать то что она не будет решать линейка я спасла старушку я спасла старушку возможности надо выйдет в видя надо сезарист и здесь же я усилить а когда вы и зверя Нет одинакового движения, которое подходит всем, нет. Везде немножко по-разному ставишь руки, сильнее или слабее натягиваешь кожу, ведёшь линию быстрее или медленнее. Реально, сколько клиентов, столько и разных вариантов с ними работы. Очень часто мастера теряют форму, просто не видят симметрию. Даже рисуют эскизы просто в разные стороны, разные толщины, разные размеры, всё разное. И это можно развить путём работы на большом количестве клиентов, либо это можно развить просто рисуя постоянно. Вот у меня есть курс по развитию глазомера, то есть вы должны учиться видеть глазами. Не использовать всякие линейки, нитки и прочее. вы должны видеть глазами и уметь увидеть разницу в толщине, в ширине, в уровне, то есть в нахождении от линии горизонта вот в эти все наклоны, форму вообще видеть. И это развивается. Ссылка на курс будет в описании к этому видео. Ну-ка подбородок ниже. Иногда я вижу, я вижу, что мастер не выкладывается на 100%. Он так вот работает, натвори. Не понимаю почему, может устала, может не знаю, я не знаю причин. Если ты приехал учиться, ты должен высосать просто всю информацию из человека, который тебе её может дать. Короче, я могу просто отменить модели и посадить работать на латексе, потому что я не могу допустить, чтобы портили. То есть можно не доделать, можно не довести, не сделать достаточно ярко. Не доделать это не страшно, это можно доделать потом. А когда ты задумчиво на полба провел линию или просто исказил форму безумно, не думая о последствиях, я тогда могу отстранить, не дать модели, забрать вернее их и посадить на латекс. Они этого очень боятся, собираются и работают более собранно, потому что ехать так далеко и быть отстранённым. Ещё и не получить сертификат без бумажки ты букашка. Почему они так за ними гоняются, я не знаю. Я бы уже закончила, она сейчас начнёт портить, понятно? Для неё это просто… Она потом сетлеет там бровь, что ли, или потемнеет, или такими коричневыми будет? Есть вариант, что они почти такие же останутся, но больший вариант, что они посветлеют всё-таки, причём неравномерно, потому что она где-то глубже, где-то поверхность не работала. Они же учатся, они ошибки совершают без конца. Чёрный, что ли, нужен? Чёрным никто не работает. У вас чёрные. У меня не чёрные. Ну нет, у меня ничего. Вот чёрные, это не мой вообще цвет. Если захочется ярче и холоднее, можно выбрать другой оттенок и положить его плотнее, пигмент, но только через месяц. Если захочется ярче, да, через месяц на коррекции. То есть, вас пугала ширина, но яркость не пугает, да? Ну да. Я просто думала, что в тёмности, под цвет волос хотя бы. Ну, у вас очень яркий. Можно, такой цвет можно сделать, но если я бы дала ей самый тёмный цвет, все мелкие ошибки, которые сейчас не видны, были бы прям очень сильно видны, поэтому это рискованно на обучении давать им очень яркие цвета, понятно? По симметрии там есть над чем работать, реально, можно ещё поработать. Но я не буду это делать за неё, а она уже не видит просто. Она может только начать, я ей скажу, рисую здесь, 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 она уведёт туда рисунок, она не видит уже, то есть детали. Когда долго смотришь, даже если бы это была я и смотрела бы очень долго, там три часа на одно и то же лицо, я бы тоже перестала видеть. И часто мастера друг друга спрашивают, даже очень опытные мастера, ну глянь свежим взглядом. И помогает это. Мы сделали всё-таки по три модели. Кто-то с небольшим давлением, потому что, не знаю, устала или что, ну просто стала совершать грубые ошибки. И пришлось пригрозить невыдачей сертификата и отменой модели и оставшиеся дни работы на латексе. Но это сработало, и она сейчас ничего не портит. Работает поверхностно, немножко не доделывает. Работает медленно, но не совершает ошибок грубых. Но тут всё отлично вообще, и по форме, и по прокрасу. Венди молодец, я рада, прям рада. Завтра у нас последний день. У них также по три модели. Он будет не легче, он будет такой же. Но завтра я не должна вообще вмешиваться. Никто и никто. Это экзаменационный день, по сути. После которого они получают сертификаты вечером. И будет понятно, нарушается ли правило асептики. Как строится эскиз, как он фиксируется, как прокрашивается, как быстро работа совершается вообще. Так что завтра у нас день, когда я буду пить кофе. Квизи. Есть мандарин. Это восьмой день, и мы думали, что они вообще не придут. А, девятый день. Они просто опоздали. Я думала, они уже на пути в аэропорт. Что хотите с бровями? О, какая укладка шикарная у вас. Они сами так растут? Класс. Но, а что хотите-то с бровями? Ну, они у меня как-то вот редко или что-то… Чуть-чуть поярче и хвостики чуть-чуть можно… Ну, мне кажется, одна длиннее, другая длиннее. Вот это короче и выше, да. Ну, окрасите? Это крашеная? Да, я краской окрашу. Она почему-то не держится только. Ну, потому что она такая… Ну, да. Просто выровнять по симметрии и сделать чуть ярче, потому что красивая форма, красиво уложены волоски очень интересные такие, как у Деда Мороза. А здесь просто классическая форма, потому что свои брови были хорошие, как всегда, выщипали. Все щипают, оставляя вот тут головку и вот здесь в изломе создавая дугу. Я не знаю почему, все так делают. Я сама не щипаю, хожу… Кто-то вам, да, отрежьте ей пальцы. Мастер есть, которого я уволила за то, что она не могла работать по нашим критериям. Она реально не видела ни форм, ни симметрии, ни хера вообще. Она показывает мне, говорит, смотри, вот… Она показывает фиолетовую бровь, которой вот заглубилась она. Она говорит, смотри, ну коричневые же. И тут я поняла, что все, эти два года, что я на нее убивала, реально были выкинуты на помойку просто. Я говорю, все, до свидос вообще. Да. И она предприимчивая очень. Она из тех, кто не умеет рисовать, но рисует каждый день. Сейчас она выдает дипломы государственного образца. Ты знаешь как, это для дебилов, реально. Если тебе лень залезть и изучить информацию, ты не знаешь, что только государственные учебные заведения, которые учат на врача, могут учить и выдавать диплом государственного образца. У нас здесь очень сильная асимметрия. Отсутствуют хвосты, брови низко. Работа будет сложная. Прям сложная. Как раз ей по плечу. Геометрию включите. Одна бровь вот здесь, одна здесь. Чтобы их вывести на один уровень, что надо сделать? Либо сбрить и нарисовать на одном уровне, либо поднять одну до уровня другого и немножко опустить вторую. Понимаете? Какие есть еще варианты? Нету же вариантов больше. Красавец. Я говорю, теперь хоть приятно смотреть на себе свет. Они чуток посветлеют, еще натуральнее станут. Видите, они в тон к волосам. Спасибо. Здорово. Можете ее приобнять, они любят обниматься. А как звать? Ее Венди зовут. Спасибо. 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 Девочки очень нравятся. Супер. Надо, что к вам попало. Нам приходится даже и отказывать, если хотят какую-нибудь вообще безумную форму. Но я не думаю, что вы прям такая crazy woman. Не выглядите так. Не, иногда реально мы боремся с маразмом. Кто-то хочет очень какие-то тонкие, а нам не подходит. Потому что у нас же модели для чего? Отработка новой техники. Нам как раз надо пошире и поярче. Это нормалек. Но иногда там какую-нибудь еще такую безумную форму хотят, или вот такие изгибы. И мы воюем, воюем, а потом говорим, ну все. Либо они подписывают бумажки о том, что я по форме, не имею претензий, эскиз мой. Либо мы вообще не сходимся, когда там все какое-нибудь безумие. Как долго рисовали эскиз, она в принципе нашла форму. Да. Сделала то, что хотелось. Но уже просто нет времени и модель нервничает, когда так долго мастер рисует. Это нормально. Я бы тоже думала, что за фигня, так долго рисуешь, что же будет там дальше. Да. И мы перенесем просто. Тем более, что она хочет пошире, поярче, а это длинная работа. Но она в принципе симметрию поняла, увидела, нарисовала то, что мы хотели. У нас вечер девятого дня. Мы закончили, все закончили. Венди сделала, как положено, свои три процедуры. Они прям идеальны, придраться не к чему. У Натали было чуть сложнее, потому что одна из ее моделей днем была недовольной. Пришлось там что-то доделывать, доделывать, без конца доделывать. Но это не была проблема Натали, это была проблема модели, у которой очень сложное лицо. И она пришла модели на обучение. То есть, когда такая сложная асимметрия, надо выбирать мастера опытного. А она пришла на обучение, где не стало прям хуже, но и лучше не стало. Честно. А последняя ее модель просто после часа рисования эскиза сказала, извините, я не могу, я приду в следующий раз, потому что час рисовать эскиз – это слишком долго. Она, видимо, почувствовала неуверенность мастера. А я вмешиваться в последний день не должна. Я вообще должна по минимуму вмешиваться. И я не вмешивалась. Сегодня вообще и вот модель сказала, я приду к другому мастеру в следующий раз. И ушла. Вот так. Такой день. Ну все, мы закончили. Эта модель довольна, там все отлично. Натали, я думаю, она многому научилась, но есть, конечно, много над чем работать, прям очень много еще. Но вам надо их сохранить, в плане не мочить, уход. Она же вам ничего не рассказывала, да? Через три часа моете с мылом – очень хорошо. Ватный диск с мылом прям трете, пока корочки не сойдут, пока не перестанет пачкать. Смотрите на ее брови. Она мыла плохо. Если будет так – это плохо. Уходит с таким… Да, вы должны сегодня прям вот так вот потереть очень сильно, чтобы стереть все, что кожа вытолкнула. Понятно? И потом не мочите, пока они не отвалятся. То есть вы увидите, они выглядят не так, они чуть-чуть бледнее выглядят, легче, как шелушение такое, как будто нос сгорел и облазит. Это длится где-то 10 дней. 10 дней вы не должны мочить вот эту зону. Вообще ничем. Не мазать кремом, не мочить. Вокруг – да, без проблем. Хорошо? Если намочите, просто будут сплошные пробелы. Будет все сложно. Такие курсы проходят у меня примерно раз в два месяца, потому что я очень устаю физически, я реально хрипну к концу курса голосом, потому что очень много говорю. Проходит больше ста человек моделей на курсе. И плюс еще у нас больше месяца длится дистанционное обучение, поэтому курсы все, в принципе, распроданы уже до сентября. Следующий курс – это тоже американцы. И следующий, позаследующий тоже. Потому что меня себе могут позволить только американцы. Я прям до последнего сомневалась давать, не давать Натали сертификат. Она делала столько много грубых ошибок, но в последние два дня она собралась. Она, я думаю, должна, я ей скажу об этом, уделить очень много внимания септике и антисептике. Но по работам она подтянулась, форму перестала по симметрии терять во время работы и перестала заглубляться. Вот она прям за последние два дня вообще ни разу не заглубилась. То есть она почувствовала кожу, но работать, конечно, еще нужно очень много. И ей надо будет снова пройти все уроки, снова пройти все связки, изучить все схемы, потому что она очень, очень мало работала дома перед обучением. Ну, Сис, быстрее, тортики. Кто самый молодой? Саша? Я не самая плохая. А кто самый красивый? Ну-ка пошла за тортиком. Давай, ты не можешь откасаться. Ча-то не может отказаться. Конечно, я не могу сказать ничего, но это все невероятно. Знаешь, я чувствую более уверенность, и более понимание. Учитывая, и учащики, и учащики, все здесь очень, очень хорошо показывают и общаются свои опыты, свои опыты, и показывают мои ошибки. Так что я могу понять, и узнать, что в моей жизни, что в моей жизни, Так что я знаю, как сделать это, знаете. И, конечно, я всегда говорю, спасибо, спасибо, спасибо большое. Спасибо. 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 Сомневалась, сомневалась, но дала. Всем даю. Честная давалка, да? Сомневалась, 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 и необычное для нас видео подходит к концу. Курс закончился, девочки улетели в Америку. Я не всегда слежу за студентами, но Венди большая трудяга и молодец, и у нее сейчас все отлично. Сейчас я очно не обучаю, и я работаю только с онлайн обучением. Кстати, по ссылке в описании к этому видео вы найдете мои вебинары и онлайн курсы. Но мои очные школы успешно работают в нескольких городах России, а мои тренера в Краснодаре, где вы сможете пройти курс vip-advanced, отлично обучены и постоянно повышают свою квалификацию. Одна из тренеров Евгения, она есть на этом видео, кстати. Она мой партнер и топ-мастер нашей студии в Краснодаре. Ну и она делает мне татуаж уже несколько лет. Напишите в поддержку, если планируете обучение. Ссылка на поддержку будет также в описании к этому видео. Всех с наступающим Новым Годом! Всем пока!